Я даже не думал, о чем я буду говорить Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Или как у нас принято говорить в Турции Пошки алимс 96 год 1996 год Родился в небольшом городе Турции Под названием Кони Когда мне было всего лишь годик Родители решили переехать в Стамбул В крупный мегаполис Так как отец учился Он должен был получить образование У него были определенные цели У него были определенные ожидания от этой жизни И он всегда стремился к тому, чтобы для себя получить максимально хорошее образование Он был идеалистом в свои студенческие годы Поэтому максимально пытался, чтобы все его усилия они приносили ему прибыль в лице оценок, в лице баллов, в лице диплома Прошло примерно 8-9 лет С момента моего рождения только И отец внезапно пришел в нашу семью с идеей, что он хочет вместе с нами переехать в Россию В такие холодные края Ну, конечно же, мое решение, оно было Точнее, мое мнение, скажем так Было никому не важным Потому что все-таки я должен был переехать вместе с ними Я должен был У меня не было просто своего мнения В 8-9 лет, сами понимаете Но все же я понимал, что мы уезжаем Что мы покидаем Турцию Что мы покидаем те края, где я родился Мы покидаем У меня поменяется школа У меня поменяется полностью вся атмосфера В которой я, скажем так, вварился Я хочу подчеркнуть, что у меня родители все турки Также хочу подчеркнуть, что у меня в семье нет ни одного иностранного члена Все мои турки Мы в 2006 году как раз таки Мы переехали в Россию, в Москву Я очень хорошо помню Как только мы прилетели Нас с аэропорта забрал близкий друг Точнее, водитель близкого друга моего отца У него такой зеленый канго был тогда, рено канго Если не ошибаюсь И я, мама и сестра, мы сидели на заднем сидении И у нас было столько чемоданов, что сзади полностью Зрение водителя полностью закрывалось И когда мы были уже в пути Очень сильно пришлось водителю Тормозить машину И помню, как один из чемоданов упал прям на мою голову Еле-еле прям подняли этот чемодан Я помню, плакал Еще и стресс у нас У всех еще и вот чемодан падает на голову Ну, была достаточно интересная поездка Вот Помню Прям Как мы пытались ввести код У нас первая квартира Она была, честно говоря, в Хрущевке И Харби дуй уландова Герчектан О, еще я на твердом Ильк Москва Египеттимизгун Я думаю, что многие Зрители поймут меня В Хрущевках Есть такие кнопочки Это не что-то электронное Это вот прям кнопочки Они входят внутрь Ты на них нажимаешь И вводишь пин-код Открывается наружная дверь Мы, помню, наверное, около часа Мы, наверное, стояли и пытались ввести пин-код У нас это никак не получалось И внезапно, одновременно Отец там на какие-то кнопочки нажал И дверь открылась Мы успешно зашли в квартиру Я тогда начал понимать Что Все будет совсем по-другому Потому что Хоть мы Не жили Во дворце В Стамбуле Перед переездом Но Все же у нас Хорошая квартира была Как только я зашел в эту квартиру Я вижу, что она Очень маленькая То есть Один плюс один Хоть я был Еще ребенком Но все равно Я понимал, что Ну, очень маленькая квартира Но Смотрел на мать Смотрел на Папу Сестра у меня маленькая Всего лишь ей там Шесть Пять-шесть лет И Я видел, что Маме было хорошо Вот Потому что Она Видела, что У отца есть цели Она видела, что Отцу нужна поддержка И она не могла никак Своим Это я сейчас понимаю, конечно Она не могла никак Своим видом подавать даже Что Ей неприятно Зная Свою маму Я прекрасно понимаю, что Вот это вот первое впечатление Которое Оставила Данная квартира И данный Подъезд Дом И так далее Было, конечно же Не очень Для нее Но Прошло Достаточно много времени И мы привыкли Мы привыкли к этой жизни Мы Привыкли к тому, что Надо Минимизировать Все свои расходы Мы привыкли Также к тому, что Настанет Как раз таки Тот день Когда Все те цели Которые хочет добиться Мой отец Они Будут в его руках В скором времени В Москве Были Определенные языковые центры Где Учили Музькому языку Как и Во всех других странах Во всех других городах Но Когда отец мне сказал, что Нам обязательно нужно выучить язык Ну, я это понимал Но Мне было Как бы 8-9 9 лет 9-10 лет И я понимал, что Без языка Как бы Нам делать в России нечего И Отец отправлял нас Меня Точнее На языковые курсы Не просто отправлял А Каждое утро Вместе со мной просыпался Также одевался Вместе со мной Он меня возил в этот языковой центр Мы жили На улице Вавилова Дом 17 Вот А Получается Языковой центр Он был В районе Станции метро Китай-город Так что нам примерно Полчаса 40 минут Езды Тогда понадобилось Для того, чтобы Доехать до Этого языкового центра И отец Каждое утро Так возил меня В течение Полугода По окончании Этих 6-7 месяцев Отец Поставил меня Перед фактом Что мне Нужно Уже в школу пойти Если честно Я все понимал На русском языке Все, что говорится Я понимал Но разговаривать Мне было Очень тяжело Как раз таки Вот это вот Решение отца Отправить меня В школу В государственную школу На Новых Чаремушках Дом Школа номер 56 Было это решением Таким достаточно Радикальным Потому что Я не знаю языка И он меня отправляет В школу Где я только На русском языке Разговариваю В первое время Было тяжело Но все же Со временем Начал привыкать Начал привыкать К той атмосфере Где Ты являешься Гадким утенком Потому что Ну Все разговаривают Все понимают Друг друга Но один ты Такой Сидишь И смотришь Просто по сторонам Ну были дети И турки были И Из Азербайджана Были Из Армении Были Сами понимаете Как бы Ну В России Как бы без этого никак Но все же Все же Было тяжело Потому что Получается Четверть заканчивается Вторая четверть заканчивается И ты поступаешь в школу Где дети уже учатся Ну Привыкать к этой атмосфере И для них Также привыкать Ко мне Было Достаточно тяжело Но уже Как бы прошло Достаточно много времени Мы привыкли Друг к другу У меня очень хорошие друзья Там появились Мы начали общаться Учителя меня понимают Я их понимаю Разговариваю на их языке Шучу на их языке Это самое главное Но У меня никогда Не было такого Чтобы я Привывал Скажем так Свою культуру Им Или же наоборот Я всегда Воспринимал всерьез Все что было сказано Мне Моими учителями Я очень хорошо Их всех слушал Слышал Самое главное Но Как и везде Это бывает Как бы Были и недопонимания Было и такое Что я Как бы Уже был Прям на грани Вот 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 взорвусь То есть Потому что Хоть все получалось Но все же Как бы Разные культуры Разные Разная Совсем разная литература Совсем другой язык Общения Совсем Другой подход К людям Ну вот Я Дальше Я поступил В Колледж В Международный Центр образования Как раз таки Данный центр Мне многое Дал Моя Прекрасная Учительница Русского языка Литературы Вера Николаевна Я ей многое должен Потому что Как раз таки Она И была Тем самым Человеком Благодаря которой У меня такой язык Благодаря которой У меня такое мировоззрение И благодаря которой Я так Хорошо читаю Русских людей Благодаря которой Я Хорошо знаю Русскую культуру Благодаря которой Я хорошо Понимаю Русских И благодаря которой Я полюбил Россию Русскую культуру Литературу Историю Честно Я Не знаю Жизнь бы отдал Честно Чтобы Вернуть ей Вот этот долг Слова Меня описать Как я благодарен Она Она Как раз таки Является Вот этим Ключевым моментом Скажем так Хоть она и человек Но В данной ситуации Я могу сказать Что она Являлась Ключевым моментом В моей жизни Такое Новое начало Было для меня Потому что Она совсем По-другому Видела Меня И совсем По-другому Смотрела на меня Она Она по-другому Читала меня Вот Сейчас Конечно Она в Москве Мы Общаемся Но Все же Я Я благодарен Я благодарен И я Уверен Что и она Посмотрит Данное видео Но Просто Слов Не нахожу Описать То состояние Которое у меня Было До нее И после нее То есть Вот Жизнь у меня Именно так и делится Я думаю И на карьеру Она очень Повлияла Потому что Ну Как я говорил Она по-другому Читала меня Мы с ней Готовились К ЕГЭ Ну Не говорю О ГЕА Конечно Мы готовились К ЕГЭ И в последний год Я узнаю Что Для меня Не обязательно Сдавать ЕГЭ Но все же Мы готовились Мы готовились Очень Плотно Я Знал Свою цель Мы Эту цель Вместе Поставили Мои родители Мои учителя Директор нашей школы Я Все Реально По-другому Читали меня И я Был мотивирован Мотивирован Я сдам этот экзамен Я поступлю У меня будет Хорошая Хорошая карьера Юриста Адвоката Международного Вот Когда вы ставите Эти цели Вы Вы же не видите Будущего Вы То есть Не понимаете Что произойдет В вашей жизни Поэтому Когда вы мечтаете Все выглядит Прекрасно Все выглядит Прекрасно Но Всегда надо Понимать Что Когда вы ставите Эти цели Вы Вы их добьетесь Но Может быть Жизнь Подаст вам Ваши Вот эти вот Мечты Совсем в другом Ключе То есть Может быть Для вас Для вас Может быть Вам Суждено Как раз таки Получить Что-то больше Чем вы желаете Чем вы мечтаете Поэтому Я всегда Говорю Что Вот этим Вот Мечте Я думаю Что нет Границы Вы можете Мечтать Просто Ну Вы получите Рано или поздно То что О чем вы Мечтаете Вы это Получаете Вы Не замечаете Но Когда Вот Взлетаете Скажем так Над своей жизнью И смотрите На вашу жизнь Вы говорите О я мечтал Купить себе машину У меня машины нет Но у меня есть яхта Примерно Вы мечтали О двухкомнатной квартире Но вы смотрите У вас вилла То есть Да Ваша мечта Не сбылась Потому что Вы мечтали О двухкомнатной квартире Но у вас уже Трехкомнатная квартира Или вилла Ну И прекрасно понимаете Что жизнь Вам дает Намного больше Чем вы От нее требуете Это всегда Так было В моей жизни Ну Для меня Вот этот вот Период Поступления В университет Был Был Очень Легким Честно Потому что Опять же Я ставил цель Я просто шел к ней У меня Я всегда говорил Другие могут Я могу Другие делают Хорошо Я могу Лучше Каждое утро Я это повторял Себе Каждую ночь Я повторял Это себе А с другой А с другой стороны Конечно же Были факторы Внешние Которые Может быть Где-то Кто-то Лучше Чем я Мечтал Или Надеялся На что-то Намного Лучше Чем Я Но все же Моя цель Она была Достигнута Моя цель Именно Которую я Поставил Поступить В МГИМО Вот На Международно-правовой Факультет Поступил Прекрасно Себя чувствовал Студенческие годы Они были Прямо Самые Бесценные В моей жизни Потому что Кроме Образования МГИМО И Вот эта Атмосфера Которая Вокруг Данного Вуза Она дает Понимать тебе Что ты Являешься Вот Вот ты Мир совсем По-другому Построим Нежели мы Думаем Нежели мы Мечтаем Потому что И Когда вы Плаваете Допустим Вы же видите Определенные границы Этого моря Хоть кажется Что их нет Но они есть Представьте себе Что вы плаваете В океане Я даже не знаю Как описать То состояние Которое было У меня Когда я поступил В МГИМО Ходил по этим Коридорам Когда я Начал видеть Мир Честно Потому что Я начал видеть Мир Именно Когда поступил В университет Потому что Как бы у нас Когда я учился У нас был Водитель Отвез в школу Забрал со школы Домой То есть У меня не было Другой жизни Когда я учился В Восемнадцатом году Я принял решение Переехать Обратно В Стамбул С целью Честно Заработать А не работать Потому что Мы все говорим Как бы Деньги Это несчастье Деньги Там То Деньги Все Нет Я с этим Мнениями Не согласен Абсолютно Не согласен Да Согласен С тем Что Всех денег Не заработаешь Но Я поставил Себе Именно Такую цель Что Я заработаю И Очень близкий Друг Моего отца Посоветовал Мне Войти В эту сферу Попробовать Себя Потому что У меня есть язык Потому что У меня есть Понимание Мира У меня есть Определенное Мировоззрение У меня есть Хорошее Образование За спиной И Он Думал Что я могу Что-то Сделать Тогда Были цели Реально Очень маленькие Потому что В 2018 В 2018 Вообще Во всем Мире Был Какой-то Застой То есть Люди Не понимали Кому Что Как И так далее Где Что Зарабатывать Но Но Был Огромный Поток Иностранных Покупателей Недвижимости В Турции Который До сих пор Продолжается О том Продолжаю Писать Посты До сих пор Продолжаю Рассказывать О разных Вещах Которые я Замечаю В разных Культурах Тем Временем Мне все Говорили Ой Ты В Инстаграме Как Ты Найдешь В Инстаграме Клиентов Люди Не будут Доверять Тебе В Инстаграме На самом Деле Когда Вы Объективно Смотрите На ситуацию Какой-то Турак Рассказывает О том Что Надо Купить Квартиру В Турции Потому Что Это Выгодно Потому Что Здесь Жить Хорошо И Требует И Говорит Что Строительная Компания За эту квартиру Требует Допустим 300-400 Тысяч Долларов Ну Согласитесь Это же Выглядит Очень Смешно Опять же Я возвращаюсь К тому Что Тот Гадкий Утенок В школе Номер 56 Пытается Впихнуть Русским Квартиры По 300-400 Тысяч Долларов Да Это Это Звучит Очень Очень Странно Это Звучит Как Какая-то Реальная Авантюра Но Все же Сегодня Когда я Смотрю На Довольные Лица Наших Клиентов Два года Назад Которые Обращались Через Вот этот Инстаграм Этому Гадкому Тенку Я доволен Я доволен Тем Что Я Сделал Я доволен Тем Что Я Построил Я Доволен Тем Я Доволен Своей Командой Я Доволен Вами И Через Многое Мы Проходили У нас Даже Были Месяцы Когда Я Думал Блин Как Я Буду Кормить Этих Ребят Достаточно Ли У нас Денег Чтобы Хотя Бы Оплатить Зарплаты Не То Чтобы Оставить Себе Чаевые В Кавычках Опять Так Вот Возвращаясь К тому Что Мне Посоветовали Войти В Эту Сферу И Я Начал Работать В Одном Агентстве Недвижимости Неподалеку Отсюда Полтора Часа Я Туда Ездил Полтора Часа Возвращался Получал Примерно 1500 Лир Это Где-то 150 Евро Я Мы Думали Как Я Я Думал Выбирал Как Смотрел Какой счет Мне оплатить Там Электричество Или Газ Или Воду Или же Телефон Я Всегда Выбирал Свой Телефон Потому Что Мне Интернет Нужен Был Так Как Кому То И Нужно Было Выкладывать Посты Кому То Надо Было Продать Квартиру Через Инстаграм Я Должен Подчеркнуть То Что Все Строительные Компании Все Офисы Продаж Подтверждают Они Всем То же Самое Говорят Я Был И На тот Момент И Сейчас Единственным Риэлтором Который Продает Продавал И Будет Продавать Через Инстаграм Всегда Поддерживаю Наших Ребят Которые Хотят Так же Делать Что-то В соцсетях Мы Очень Внимательно И тщательно Относим К этому Вот Огромные Деньги В этой Сфере Большие Деньги Крутятся То есть Это Не Тысячи Долларов Это Не Десятки Тысяч Долларов Это Сотни Тысяч Долларов То есть Потенциальный Хороший Специалист Не буду Говорить О профессиональном Хороший Специалист Может Заработать Себе На машину Здесь За 3-4 Месяца Именно Поэтому Как раз Таким Мы Очень Внимательно Относимся К Выбору Сотрудников Потому Что Мне Например Не нужны Те Ребята Которые Не знают Как распоряжаться Своими Финансами Которые Не умеют Управлять Своими Желаниями Которые Не умеют Управлять Своими Потребностями Которые Не умеют Управлять Своим Бюджетом Даже Маленьким Домашним Бюджетом Скажем Так Поэтому Мы очень Внимательно Относимся К подбору Наших Сотрудников Они Все Светлые Ребята У нас Они Все С прекрасным Будущим Они Все Понимают Себя Вот это Самое главное И понимают В какой сфере Они крутятся И понимают Те возможности Которые Мы им Предоставляем Поэтому Я благодарен Этой команде Что мы Как раз Таки Вместе Создали Все Что у нас Сейчас Есть Я всегда Им повторяю Всегда Им говорю Что Я здесь Может быть Проездом В этой Компании Я может быть Создал Все Это Да Пока что Управляю Но Всякое Может Случиться В этой Жизни Поэтому Все Они Относятся К этой Работе Как к своей И вот Это Как раз Таки И Выделяет Среди Других Агентств Недвижимости Для меня Таким Вот Переломным Моментом Был Как раз Таки Всего Лишь В феврале Один Звонок Где Мужчина Говорил Мне Что Есть Планы Строить Проект Предложил Нам Это Организовать Все Это Совместно Продажи Строительства И так Далее Строительную Часть Они взяли На себя Продажами Занимаемся Мы Этот Проект Как раз Таки Фоа Хиллз Этот Проект Он Он Наш Ребенок Он Мы Относимся Совсем По-другому К нему Потому Что Он Является Как раз Таким Локомотивом Всего Нашего Поезда Международной Рынок Нас Не Пугает Как бы Наша Цель Как раз Таки Войти В этот Международный Рынок Стать Одним Из Участников Одним Из Игроков Как раз Таки Международного Рынка Мы Мы Для Стараемся Мы Изучаем Весь Рынок Мы Изучаем Испанию Мы Изучаем США Мы Изучаем Англию Мы Изучаем Россию Мы Изучаем Дубай То есть Это все Как раз Таки Дает нам Понимать Что Нет Никаких Границ Когда Вы Создаете Свой Бизнес Потому Что Вы Этим Бизнесом Все Таки Всегда Во все Времена Людям Нужна Крыша Так же Как Людям Всегда Нужно Одеваться Так же Как Людям Всегда Нужно Кушать Им Нужна Крыша Поэтому Не думаю Что Этот Бизнес Когда Либо Остановится И Поэтому Мы Стараемся Быть Везде У нас Сейчас По всей Турции Мы Можем Предоставить Портфолио Любому Клиенту На Любой Бюджет И Наша Цель Сейчас Как раз Таки Добавить В этот Портфолио И Другие Страны Это Испания Это США Это Дубай Это Англия Эти Страны Нам Очень Интересны Мы Прекрасно Знаем Что Россияне Покупают Покупают В этих Странах Россиянам Интересно Получение ВНЖ Получение Там Голден Визы Получение Паспорта В этих Странах Поэтому Все Страны Поверю Что Всегда Будет Поддержка Со стороны И Клиентов Наших Равно Друзей И Наших Сотрудников ФОА Всегда Будут Поддерживать ФОА Всегда Будут Насить На руках Как раз Это и Является Нашей Целью